У дома номер 10 по проспекту Республики 60-летняя женщина сбивала лед со ступеней к одного из подъездов. Сверху на нее рухнула глыба снега. Вот на этой крыше была куча большая снега. Она тает и потихоньку вот так вот по скату едет. Мужчина вышел, еще взял палку и вот так эту крышу немножко снег этот отдолбил, он дальше пошел. Дворник подошла, хотела убирать вот этот снег. Лед, вода капает. И этот снег на нее упал. По словам жителей дома, они не сомневались, что рано или поздно здесь произойдет трагедия. Два года назад тут отремонтировали кровлю, при этом ограждение, задерживающее снег, поставить забыли. Теперь глыбы льда и снега валятся на головы жильцам и оставленные у подъезда машины. Уже несколько из них были разбиты. Пострадала при этом и крепкая вентиляционная труба. Почему на скатной крыше нет ограждения, сейчас не может сказать никто. Зато виновные в произошедшем, похоже, уже известны. Они несут ответственность за безопасную эксплуатацию и содержание общего имущества. Поэтому за это все жителям нужно принимать меры, то есть организовывать работы по чистке кровель, ливневых стоков и так далее. То есть за это все несут ответственные жители. Как они это будут делать собственными силами или с привлечением подрядных организаций, это они уже все должны решать на общем собрании. В местном КСК о проблеме знают, но сделать пока ничего не могут. Говорят, для того, чтобы подобное не происходило, необходимо провести ряд серьезных работ. Во-первых, там надо доработать, то есть восстановить ограждение на крыше, которое было... вообще изначально было, но его сняли, и никто почему-то не позаботился, чтобы его восстановить. В этом году нам пообещали, что эти работы будут выполнены на крыше. И, соответственно, на этих домах, там не только на этом подъезде, там надо переделывать козырьки, в соответствии, так что крыша скатная, и снег сходит, и поэтому на козырьке. Но пострадавшей женщине, которая сейчас находится в больнице, от таких объяснений легче не станет. Сегодня утром она сломала ногу, при этом, по словам жильцов, ей просто повезло. Если бы снег упал не с козырька, а с крыши, как это происходило в течение зимы, последствия были бы гораздо серьезней. Сегодня здесь уверены все, ходить в этом дворе небезопасно. Алексей Неконоров, Дмитрий Поленов. Новости Тимиртау.